Крещение Миссия Христа, Его спасительное служение осуществляется ради каждого из нас, чтобы каждый обрел жизнь, чтобы каждый получил прощение. Вот то, что говорит апостол Павел, полноту благодати Бог явил во Христе Иисусе, чтобы каждый из нас стал ревнителем добрых дел, чтобы мы отложили беззаконие и жили по правде, по правде Божией, праведно, свято и благочестиво. Вот ради этого пришел Христос, ради этого Он явил свою силу и славу, ради этого Он отдал свою драгоценную жизнь. Крещение – один из важнейших праздников православия. Накануне 18 января люди постятся, садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. К столу подаются только постные блюда. Утром 19 января в церквях святят воду. Считается, что вся вода в этот день приобретает целебные свойства и сохраняется в течение года, излечивая телесные и духовные болезни. Также все желающие купаются в проруби, проверяя себя на прочность. Считается, что даже болезнь обходит стороной в этот праздник. Крещенское купание очищает от грехов и обеспечивает здоровьем на целый год. ПЕСНЯ Сегодня каждый старается принести в свой дом хоть немного крещенской воды, которая не портится от продолжительности времени в течение года или двух или даже трех лет. Она останется свежей и после столь долгого времени не уступит водам, только что взятым из источников. Желающих набрать воды с каждой минуты становится все больше, а между тем ее катастрофически не хватает. Именно для этого на территорию церкви привезли вот такие цистерны. Такой, так сказать, запас. Объемом 7 тонн. Несмотря на погодные условия, верующие потоком идут в церковь, чтобы получить благословение на весь грядущий год. Почаще бы вообще обращаться к Богу, ходить в такие храмы, службы отстаивать, несмотря на то, что тяжело стоять и холодно. Ну вот постояли, уже и тепло как-то. Господь помогает, выстоять. Очень важно и в церковь ходить, и в Бога верить, и на праздники ходить. У нас вера, мы верим, и мы всегда с верой. В Ветхом Завете вода означает начало жизни. Своего рода обновление и исцеление тела и души происходит с человеком. Считается, что этот день наполнен огромной позитивной энергией, поэтому и использовать его нужно с умом. Дарья Костенко, Евгений Старьков, Служба новостей и ТВ.